Уважаемый Виктор Антонович, уважаемые коллеги, очень приятно приветствовать вас на 10-м юбилейном съезде ректоров России. Здесь практически присутствуют руководители всех вузов нашей страны. А в России сейчас в этой системе у нас работает более 300 тысяч человек, обучаются свыше 5,5 миллионов студентов. Армия целая. Система высшего образования была и остаётся мощным интеллектуальным ресурсом страны. Она генерирует новые знания и, разумеется, для этого создавалась, готовит кадры для всех сфер жизни России. За последние годы мы немало сделали, чтобы отечественные вузы, университеты развивались в соответствии с требованием времени, становились конкурентоспособными, задавали ориентиры передовым высокотехнологичным отраслям экономики. У нас уже сформирована сеть ведущих университетов, реализуются планы по их дальнейшему развитию, и для этого выделены солидные бюджетные ресурсы. Особое внимание уделяем вузовской науке. В том числе учреждены гранты господдержки научных исследований под руководством ведущих учёных. Укрепляется система кооперации вузов и предприятий. Принимаются меры по повышению и заработной платы профессорского преподавательского состава. В соответствии с известными майскими указами 2018 года она должна составить, мы этого и я тоже этого не забываю, не менее 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе Российской Федерации. Эти планы, безусловно, мы будем стремиться реализовывать, несмотря на известные сложности. Отмечу в этой связи, что по итогам первого полугодия этого года заработная плата в системе высшей школы составила в среднем, имею в виду в среднем по стране, более 45 тысяч рублей. Конечно, где-то это и повыше, имеется в виду повыше среднего по региону, где-то это и пока не достигнута эта планка. В Москве, например, средний уровень заработной платы по московскому региону достаточно высокий, и подобраться к этой планке непросто, но надо сказать, что и вузов-то здесь немало, если по-честному. И вы понимаете, на что я намекаю, 250 вузов в Москве, 250. Специалисты, которые в этом зале находятся, понимают, что качество и количество в данном случае, они прямо пропорционально между собой связаны. Хочу подчеркнуть, и рост заработных плат, и укрепление материально-технической базы вузов – всё это прежде всего инструменты развития, обновления высшей школы. Инвестиции в решение базовой задачи – подготовку профессионалов, востребованных на рынке труда. Надо признать, претензий к уровню высшего образования, к содержанию образовательных программ, к качеству преподавания пока ещё много. Да вы и сами об этом знаете. Не каждый вуз готов работать по-современному, учить так, чтобы у выпускника оставались не только диплом, но и нужные знания и профессиональные навыки, которые он может использовать на своей практической деятельности после окончания высшего учебного заведения. Убеждён, что высшей школе нужна большая открытость, нужны понятные механизмы, которые бы стимулировали перемены. И здесь серьёзную роль способна сыграть внедрение объективных систем оценки качества обучения, как вузовских, ведомственных, так и независимых. В этой связи в мае этого года было дано поручение правительству, Министерству образования и науки. Полагаю, что и союз ректоров тоже должен подключиться к их выполнению. К вашему авторитетному мнению прислушиваются и в регионах, и на федеральном уровне. Вы лучше, чем кто-либо, знаете, как наиболее эффективно и деликатно организовать эту работу. Понимаете, что нужно сделать, чтобы система оценок, в том числе независимых, была неформальной, содержательной, непредвзятой и приносила реальную пользу всему этому сектору. При этом результаты оценки качества подготовки специалистов должны учитываться при принятии решений о государственной аккредитации вуза. Наша высшая школа должна быть сильной, давать по-настоящему современное достойное образование. Понятно, что освоить знания такого высокого уровня, такого качества может далеко не каждый человек. И когда некоторые вузы зачисляют абитуриентов с очевидными неудовлетворительными знаниями, это не просто вызывает много вопросов. Подобная гонка за абитуриентами, а значит и за финансированием, надо прямо сказать, подчас девальгирует высшие учебные заведения, размывает ценность, престиж, авторитет самого вуза. Какого качества специалистов мы получим на выходе? Понятно, что рассчитывать на хороший результат не приходится. В вузы должны поступать те, кто способен учиться там. Это относится и к приему на бюджетные места, и на тех, кто поступает в вуз на платной основе. Вот для справки, наверное, в ходе дискуссии вы так или иначе приводили эту информацию, но просто для справки могу напомнить. По итогам проведения ЕГЭ в 2014 году Москва занимает первое место среди регионов по числу лиц, набравших по математике от 80 до 100 баллов. При этом здесь зафиксированы случаи зачисления на такие специальности, как авиационная и ракетная космическая техника, аэронавигация, информационная безопасность, машиностроение, электро- и теплоэнергетика абитуриентов, имеющих всего 24 балла. 24 балла по математике, по самому профильному основному предмету, по сути дела. Есть и другие примеры, которые подтверждают тезис, который я только что сформулировал. Уважаемые коллеги, майские указы, о которых я уже упоминал, касающиеся высшей школы, реализуются на местах и в конкретных регионах, в конкретных вузах. Я не сомневаюсь, вы прекрасно знаете основные направления модернизации образования и те задачи, которые стоят перед нами всеми. Но хотел бы ещё раз обратить внимание на важность налаживания прямых, тесных контактов с будущими работодателями ваших выпускников. Это абсолютно принципиальные требования для вузов, готовящих специалистов и, прежде всего, инженерно-технического профиля. Сегодня в непростых экономических условиях, когда мы должны ускоренными темпами развивать несырьевые отрасли, на первый план, конечно, выходит максимальное сближение образования с производством, с практикой, с реальной жизнью. Создание прорывных технологий, обеспечение производством востребованными кадрами – это наша общая задача. И, конечно, вот такая связь с производством просто необходима. Российский союз ректоров, который имеет отделение в 72 регионах страны, может и должен внести свой вклад в достижение этой стратегической цели. Я очень рассчитываю, уважаемые коллеги, на ваше заинтересованное участие в этой работе. И в заключение я хотел бы вот о чём сказать. Коснусь ещё одной темы, которая имеет прямое отношение к формированию современного облика высшей школы. Может быть, кто-то видел на экранах телевизоров, недавно совсем встречался с студенческими спортивными клубами. И вот на что хотел бы обратить внимание. Вы знаете, это чрезвычайно важная работа. Физическое состояние наших граждан, здоровый образ жизни. Я вас прошу поддержать эти начинания студентов. Вы знаете, я когда встречался с ними, вспоминал некоторые архивные материалы, которые я так почитываю. Вот где бы мы и когда бы мы не находились, почти на любом витке истории нашего великого тысячелетнего государства. Так или иначе, всегда об этом говорили, о физическом состоянии и здоровье нации. И это всегда, во все времена выдвигалось как очень важная составляющая, перспектив развития нашей страны. Это общегосударственная задача. Это не какая-то развлекушка. Реально, чрезвычайно важная вещь. И дело не только в том, чтобы нам сохранить какие-то материальные ресурсы и деньги на таблетках. Дело в том, что это действительно будущее нашей страны. Вот будем мы образованными и здоровыми, у нас всё получится. Это одна из составных частей нашей совместной работы. Прошу вас просто обратить на это внимание и помочь тем молодым людям, которые эту работу организуют на местах и в соответствующих высших учебных заведениях. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.